Добрый вечер! В прямом эфире с последними новостями Ararat News. В студии работает Лиана Галуян. Подведем итоги дня. ВС Азербайджана обстреляли арцарские села Тагавард и Кармешука. Вооруженные силы Азербайджана в четверг открыли беспорядочный огонь в направлении населенных пунктов Тагавард и Кармешука. Около 11-45 азербайджанцев в течение примерно 20 минут вели интенсивный огонь из различного огнестрельного оружия в направлении общин Тагавард и Кармешука. В настоящее время силовые структуры проводят проверки с российскими миротворческими войсками, говорится в заявлении ведомства. Власти Армении установили новый срок для выдачи денежной поддержки пострадавшим военным. Армянские военнослужащие, пострадавшие в ходе 44-дневной войны, смогут получить социальную поддержку, которую по разным причинам не получили установленные сроки. Постановление об этом было принято в четверг на заседании правительства республики. Всего по спискам Минобороны Армении для выдачи помощи были идентифицированы 8 588 человек. Из них в платежные списки были включены 7 385. Остальные 816 человек не обратились за социальной поддержкой по разным причинам, поэтому предназначенные им средства были возвращены в бюджет. Эти военнослужащие, получившие тяжелые телесные или психические травмы, должны получить до 4 миллионов травмов вдобавок к остальным видам поддержки. Для получения суммы им необходимо подать заявление до 1 октября. Комиссия по конституционным реформам проводит встречи в Ереване и областях. Об этом сообщил министр юстиции Армении Карен Андреасян в ходе брифингов в правительстве в четверг. Могу сообщить, что Комиссия по конституционным реформам активно работает в областях и в Ереване, проводя различные встречи. От членов комиссии скрупируют все проблемы и решения, и в сентябре начнут в прямом эфире представлять всем нам. Мы отдельно обратимся ко всем проблемам, сообщил Андреасян. При этом министр воздержался назвать точные временные сроки проведения данных работ. В Армении сформированы Совет и профессиональная команда по конституционным реформам. И до конца года должен быть представлен проект концепции конституционных реформ. Правительство Армении утвердило план развития образования до 2030 года. Правительство Республики Армения одобрило проект закона Республики Армения об утверждении государственной программы развития образования до 2030 года. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян, представляя проект, отметил, что последняя госпрограмма развития сферы образования была принята в 2011 году, и закрепление в документе долгосрочного планирования концептуальных положений развития человеческого капитала, признанных правительством приоритетными, является императивом дня. Он касается всех уровней формального образования. Непрерывного образования исходит из того, что поступательное развитие экономической и общественной жизни Республики Армения может быть обеспечено путем осуществления ощутимых инвестиций в развитие человеческого капитала. Конечная цель проекта – это создание конкурентоспособной системы образования. Определены три стратегических направления – формирование универсальной, инклюзивной, личностно-ориентированной образовательной среды на всей территории Армении, повышение эффективности образования, также интернационализация и экспорт образовательных услуг. Вице-премьер Армении Амбарсум Матевосян сообщил, что проект достаточно обширный, в ближайшее время он будет представлен в национальное собрание. Новую систему определения степени инвалидности утвердили в Армении. Степень инвалидности в Армении будет определяться по новой системе. Проект новой методики для оценки функциональности граждан был утверден на заседании правительства. В отличие от действующей методики, будет оцениваться не только состояние здоровья, но и условия проживания. Живет ли возможный инвалид один или с семьей? Приспособен ли его дом для лиц с ограниченными возможностями? Есть ли у него машина, на которой он мог бы ездить на работу? Не мешает ли заболевание или увечье его работе? Если оценка функциональных ограничений будет ниже 4%, гражданин не будет считаться нуждающимся в помощи. При оценке в 5-24% он тоже не будет считаться инвалидом. Но в этом случае социальные службы составят для него программу помощи, исходящую из индивидуальных потребностей. Оценка в 25-50%, 50-95% и 96-100% будут означать инвалидность разной степени тяжести. С выплатой соответствующих пособий по нетрудоспособности. В Армении нет обезьянной оспы. Результаты всех исследований были отрицательными. В Армении при каждом подозрении обезьянную оспу проводится тестирование. Пока все результаты тестов были отрицательные. Об этом на брифинге журналистами после заседания правительства 28 июля сообщила министра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванасиан. Мы из Российской Федерации получили наборы для тестирования на обезьянную оспу. Результаты всех проведенных до сих пор исследований были отрицательные. В Армении не зарегистрировано ни одного случая. Она подчеркнула, что при любом подозрительном случае обязательно проводится обследование. Синоптики представили прогноз погоды в Армении на ближайшие несколько дней. На всей территории Армении в ближайшие дни тепловой фон будет выше нормы на 2 градуса. Об этом в эфире общественного телевидения заявил замначальника Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Сулейнян. «В настоящее время у нас нет страшной жары. Мы можем об этом говорить только тогда, когда столбик термометра достигает отметки плюс 40 и выше», — сказал Сулейнян. По его словам, максимальная температура воздуха в ближайшие дни в Араратской долине и Ириване будет колебаться в пределах плюс 36 и плюс 38 градусов. В корных районах Ширакской, Котайской, Керар-Куникской, Арагацоцкой и Вайотцорской областей в дневные часы температура воздуха дойдет до отметки плюс 31. В предгорьях плюс 32 и плюс 34 градусов. Сулейнян отметил, что жара этим летом имеет свою особенность. Вечерние часы дневной зной сбивают более холодные воздушные потоки, которые идут на Равнину. Это были все новости на данный час. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч!